Отталкиваемся мы далее от сюжета о Дональде Трампе. 400 лет дадут, не дадут, как-то многовато, наверное, будет поменьше, если вообще будет. Игорь Петренко, доктор политических наук, эксперт аналитического центра Объединенная Украина, присоединяется к нашему эфиру. Игорь, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Здравствуйте. Все-таки, по вашему мнению, уголовное преследование Трампа, мы понимаем, что это не последнее дело, которое против него возбуждено и будет рассматриваться. Насколько большой знак вопроса ставит его участие, возможность его участия в следующей избирательной кампании? Ну, скорее всего, он будет участвовать, поскольку, смотрите, даже рассмотрение этих дел, оно переносится достаточно большой срок, аккурат под выдвижение. Ну, то есть, понятное дело, что решений каких-то не будет принято. Если нет решений, то там тоже действует презумпция невиноватости, невиновности, невиновности, наверное, да? Ну, то есть, пока нет решения, как бы, суда, он, да, подозреваемый, вот, но особо это, ну, скажем так, те, кто не любил Трампа до этого, не будут его любить и дальше. Те, кто любил Трампа, будут его любить, несмотря и на все эти обвинения. Плюс я бы не, скажем, ставил под сомнение еще такой вариант, что Трамп, он может быть достаточно удобным, на самом деле, соперником для того же Байдена. И, возможно, вся эта ситуация с делами, ситуация именно не столько с самим фактом этих дел, поскольку, как по мне, там есть очень четкие, как бы, основания. И претензии к Трампу, они, по моему мнению, да, они достаточно оправданы. Но вот эти сроки, да, когда будет рассматриваться это дело и так далее, наталкивают мысль о том, что это может быть определенная задумка, даже определенная политическая технология, поскольку Байден, во-первых, он уже имеет опыт борьбы с Трампом, имеет опыт победы, да, то есть он уже его победил, это достаточно важно, к этому можно будет апеллировать. Плюс Трамп достаточно уже известен, да, он там непредсказуем, у него там есть свои высказывания и так далее, но, опять же, вопрос к тому, а может ли он, самый опасный кандидат какой? Это не тот, который уже там все понятно четко и который имеет рейтинг, а тот кандидат, который имеет возможность расширять свое электоральное поле. А вот Трамп, давайте себе зададим вопрос, он имеет возможность расширения электорального поля? Ну, если прям что-то уж не случится, какой-то Армагеддон или еще что-то там, что там полностью там разочарует Байден и все, кто о нем позитивно думает, но я думаю, что он других вариантов расширения не имеет, то есть этого электорального поля. Да, у него есть группа людей, да, они достаточно громкие, да, это те люди, которые, знаете, много лет, скажем, молчали, Трамп им дал возможность высказаться. Ну, почему они молчали? Да потому что это как бы чересчур шло вразрез с каким-то общим пониманием правильности. Вот. Но они не являются, как по мне, той критической массой, которая позволила бы Трампу 100% победить и стать президентом. Паджоу Де Санкис, мне кажется, у него возможность решения его литеральной ниши и ангажирования новых голосов в свою поддержку, но он более опасный, более опасный кандидат для Байдена, учитывая то, что у Байдена тоже у него, скажем, и все так хорошо. Да, хороший вопрос. Ну, смотрите, то, что, да, Канада поддерживает Украину, это замечательно, хорошо, это правильно, действительно, мы уже можем говорить более 20 стран, которые, скажем, поддерживают, но, безусловно, это не будет легкий процесс. Динамика будет позитивная однозначно. Мы будем услышать соответствующие заявления, поддержку Украины и так далее. Но показательно тоже будет саммит, которого мы ждем в Вильнюсе. Почему? Потому что, отходято дело, что никто не скажет, что вот Украина там завтра станет членом НАТО. Но, как говорит и президент Зеленский, нам важно получить, скажем, четкие заверения, да, или какие-то четкие инструкции. Во-первых, гарантии получить, и гарантии в идеале было бы для нас хорошо, это такие гарантии, как получила в свое время Швеция и Финляндия. Вот, это, скажем, существенный такой момент. И дальше это, ну, скажем, если просто скажут, что там двери открыты, мы вас ждем, вот война закончится, а дальше мы поговорим, ну, это слабая, скажем, позиция. Президент Зеленский уже сказал, что, ну, если будет такой подход, то нам как бы там присутствовать особо нет смысла. Если же это будет четкий посыл, что когда вы освобождаете свою территорию, условно, давайте говорить, война заканчивается, то мы начинаем процесс вступления Украины в ЛАП. Это был бы более приемлемый и хороший подход. Вот, понятное дело, что это все равно будет еще растянуто во времени, есть определенные обязательства, которые уже взяла Украина на себя, которые нужно ей будет сделать, часть мы сделали, часть нет. Возможно, будут еще новые обязательства. Ну, то есть это будет четкий уже посыл того, что вот все, значит, боевые действия заканчиваются, заканчивается война, и мы начинаем процесс вступления Украины в НАТО, да, который может занять определенный промежуток времени, но на весь этот промежуток времени Украина получает соответствующие гарантии безопасности. Ну, поскольку, опять же, без этого мы можем быть в состоянии войны с Российской Федерацией достаточно долго. Здесь еще есть момент, который нам нужно понимать, что вступление Украины в НАТО – это определенный вызов конкурентный, который уже существует тоже в Альянсе. Да, мы сейчас видим позицию Соединенных Штатов Америки, которая седует за расширение НАТО, особенно в вопросе противостояния с Китаем, да. Вот этот вот проект НАТО плюс, он активно сейчас реализуется. В то же время есть, допустим, позиция тех же французов, Макронов, да, который говорит о том, что, ну, европейцам нужно больше думать о, скажем, самостоятельной политике, значит, от Соединенных Штатов Америки, да. То есть они могут тоже в определенной степени бояться вступления Украины в НАТО не с точки зрения того, что там Россия будет как-то реагировать, а с точки зрения того, что это, по их мнению, может быть усилением проамериканских позиций. Ну, поскольку, понятно, что Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день самый главный союзник Украины здесь как бы ни дать, ни взять, как говорится. И усиление, то есть восточноевропейского фланга и в НАТО, потом в Европейском Союзе, ну, а скажем, да, что есть определенная линия непонимания между восточными европейскими странами, западноевропейскими странами. Здесь больше вину я бы все-таки возлагал на ту же Францию и Германию, да, которые не очень адекватны, как по мне, видят те вызовы, которые существуют. Восточноевропейские страны, они их видят достаточно адекватно. То есть я говорю к тому, что есть очень много разных процессов, которые мы должны просто, скажем, учитывать. Но наша позиция, она четкая и понятная, нам нужны гарантии безопасности и нам нужна четкость в понимании будущего Украина в НАТО. Безусловно, мы можем говорить о том, что на сегодняшний день Украина не просто руку протягивает и говорит НАТО, возьмите нас. Украина на сегодняшний день является страной, которая может принести НАТО достаточно много, особенно это военный свет. На сегодняшний день у нас самая боеспособная армия на Европейском континенте и одна из самых в мире. Мы не просто на полигонах, а мы в реальных боевых действиях используем то вооружение, которое есть у странов НАТО. А они используются только на полигоне. Мы понимаем, что это абсолютно разный, скажем, практический опыт. Ну и так далее. Тут тоже можно дальше много чего перечислять. Поэтому есть определенная заинтересованность, но в то же время есть очень много политических нюансов и моментов. Есть все-таки позиция Украины, она реалистична, как по мне, поскольку Зеленский говорит. Но мы понимаем, что мы не сможем стать членами Альянса до тех пор, пока закончится война. Но в то же время мы должны быть более жесткими, поскольку кейс 2008 года, но он четко показал проигрышность этого подхода, политики открытых дверей, создания серых зон. И то, что мы имеем сегодня, и то, что случилось в Грузии, это следствие тех решений, которые не были приняты, или были приняты в том виде, в каком они были приняты, в 2008 году. Поэтому все эти исторические ошибки, их нужно поменять. В целом, пока динамика по заявлениям разных стран, по позиции в отношении вступления Украины в НАТО, которые публично артикулируются, они играют нам, безусловно, в плюс. Но вот какое будет окончательное решение, будем видеть ближе к этому. И тут же, смотрите, Россия тоже не сидит сложа руки и не ждет этого. Вопрос с размещением ядерного вооружения в Беларуси, это четкий шантаж со стороны России и Беларуси, в том числе и в том решении, которое будет принято на саммите в контексте Украины. Здесь Западу было бы хорошо как раз показать и странам НАТО, что, слушайте, Россия, мы не боимся вашего шантажа. Вот есть четкое решение, понимание. И нравится вам, не нравится, но терпите то, что Украина будет НАТО. Игорь, спасибо огромное за этот разговор. Игорь Петренко, доктор политических наук, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» присоединялся к нашему эфиру.